Значит, я предлагаю поговорить о возможности негативной исповеди. Что только негативная исповедь в последнее время и возможно. Есть такой замечательный британский, скорее ирландский фильм, Голгоф он называется. Речь идет о том, что там есть некий хороший, практически идеальный священник-католик и некоторая такая узко взятая община. И все они занимаются с ним, но по большому счету то, что я называю исповедью, хотя этого, наверное, никто еще не отмечал. Но занимаются они как и как-то очень специфически. Я бы сказал, они таким негативным способом занимаются. Для чего он им всем нужен? Значит, я коротко перескажу сюжет. Речь идет о том, что он приходит, у него происходит обычная исповедь. Ему кто-то обещает, что меня какой-то плохой священник, когда был подростком, подвергал сексуальным домогательствам и развратил. Поэтому, говорит, я совершу убийство. Он спрашивает, вы собираетесь убить этого священника? Он сказал, нет, он уже давно умер. Поэтому я убью не плохого священника, а убью хорошего. Вот этого самого нашего героя. Поэтому приходите через неделю, то есть это подразумевается путь страстей христовых, то есть 7 дней, через неделю на берег моря, и я здесь вас убью. И священник, по большому счету, мы этого не знаем никто, а священник его по голосу узнает. И тут такое происходит. И вот у него оказывается, перед ним, и перед ним она оказывается вот такая рода община. Значит, и все перед ним начинают как бы изгаляться. Ну, например, весьма красивая девушка, то есть женщина, жена местного мясника, она говорит о том, что она в этот момент спит со всеми подряд. И она это выпечивает, на этом что-то. Он приходит к следователю по каким-то делам, тот гомосексуалист. Перед ним как бы его любовник оказывается, какой-то там весельчак или что-то еще. Тут тоже, пожалуйста, абравируй перед ним своим гомосексуализмом, вот такой извращенной сексуальностью. Он приходит в дом к умирающему больному, тут говорит, что невообразимо страдает и хочет совершить жизнь самоубийством. И, пожалуйста, если может он совершить, достаньте ему револьвер. То есть это тоже негативно. Он приходит в дом к миллиардеру, а миллиардер ему рассказывает о той простой вещи, что он настолько богат, что для него мало чего знает, и что знает, и при нем мочится на картину. Ну, просто, она очень дорогая, что-либо еще. Но при этом отказывается выдать какие-то дополнительные деньги на храм и так далее. Он приходит к врачу, точнее врач приходит к нему, врач рассказывает, что, мол, где есть такой препарат, который иногда колешь, и у некоторых детей происходит вечный, постоянный отказ слуха и зрения. И вот ребенку сделали такой укол, и вдруг он не видит, не слышит ни маму, ни папу, он может только их чувствовать. И как бы, по большому счету, ну, он не говорит, но это подразумевается, как Господь допускает свое. То есть происходит одно и то же, всегда вот со всеми с ними. То есть, с одной стороны, что я хочу сказать, что реально получается странная современная ситуация. С одной стороны, у них есть у всех потребность в исповеди, но эта исповедь происходит не для того, чтобы для них им отпустили грехи, ну, как это полагается, я тебя отпускаю в грехи от имени Бога и что-либо еще. Происходит прямо обратный процесс. То есть, этот прямо обратный процесс, он состоит в том, что люди, как бы, священникам тоже необходимы. Это удивительно. Священнику им необходимы, но необходимы для того, чтобы ревировать перед ним собственное богохульство, что-либо еще, или ненормальностью, или своими грехами. Ну, по большому счету, все, что там они делают, это является некоторым актом определенного рода отчаяния. И вот этому священнику и церковь потом сожгли, или собаку его любимого убили, и потом он все-таки пришел на этот, это, как я расскажу, пришел на этот самый берег, и его, конечно, застрелили. Он застрелил вот тот самый мясник, вот он откроет эту самую штуку, что это вот это было. И вот этот вопрос я предлагаю обсудить. То есть вопрос, что по большому счету функции священничества, ну, такие, если брать ее вне мистики, вне какой-то мистической связи с человеком, они востребованы, безусловно. Но эти востребованы в таком-то своеобразном негативном смысле, так, чтобы над ним глумиться можно было. Мы видим тоже вот эту вахханалию, которая развернулась вокруг предполагаемого гомосексуализма патриарха Кирилла и всех его пресных, что называется. Ну, вот Кураев в этом деле отметился, и что-либо еще. И общее, всеобщее ликование, и даже, я бы сказал, некое своеобразное всеобщее глумление над всевозможными вот такими пороками, не пороками церкви, а что-либо еще. И попытка тоже выпячивать всевозможные их собственные недостатки перед нами. Там тоже такая-то ситуация была. Священник радостной походкой идет к мору и идет к маленькой девочке, с маленькой девочкой встречается, которая там 7, ну, не маленькая, может, лет 12-13. И с ней пытается заговорить. И тут же на большой скорости прилетает машина, тормозит, тормозит, оставляя след, из нее выходит отец, эта девочка говорит, девочка, что он тебе сказал, что он тебе сказал, что он мог сказать, а что он мог сказать, он священник, ему положено. То есть, настолько форма педофилии и всего прочего у нас оказывается связана. И вот эту картинку, которую я хочу зафиксировать, то есть, есть определенного рода потребность святости. Но это потребность святости какого-то рода негативность. То есть, если у нас была негативная, была ситуация положительная, была потребность святости, люди почему-то считали, что человек, перед которым они будут исповедоваться, этот человек очень, ну, должен обладать определенного рода личным достоинством. Вот такая надежда была, конечно. То сейчас есть тоже определенного вещь, есть потребность в таком человеком, обладающем в этом каким-то внутренним достоинством. Но это внутреннее достоинство должно раскрываться каким-то способом. Это личное достоинство должно как бы обосновывать вот эту ситуацию, что ли, глумление или выпячивание собственных грехов или утверждение о том, что они не должны быть спасены и не нуждаются спасения ни в коем случае. Ведь он же совершенно твердо говорит, если не могу убить плохого священника, я убью хорошего. И это на каждом шагу. Это удивительно, что все рамки вот этой ирландской общины, достаточно обеспеченных и благополучных людей сразу же после кризиса, они раскрываются всесторонне вот именно в таком негативной исповеди. И в связи с этим становится вопрос, если мы чувствуем, что такое негативная исповедь, хочется понять, что такое настоящая позитивная исповедь. В чем на самом деле человек исповедуется, о чем он на самом деле говорит, зачем ему это нужно. Потому что это же есть наивная точка зрения, что тебе отпустят грехи, и тебе на том свете не будет больно. Это же ясно, что это точки зрения наивно. Точно так же и наивной точкой зрения представляется и точкой зрения о том, что священник обладает определенного рода сакральной силой какой-то. обладает он сакральной силой, тоже она кажется точкой зрения наивной. Есть же протестантизм и представление о всесвященстве. Но тем менее, вот эта потребность в исповеди выговорится, притом она раньше была другой, теперь она стала прямо противоположной, она как бы очень интересна. Вот о чем я хочу спросить. Что это за негативные исповеди? Просто на самом деле насчет негативных не очень понятно, потому что любая исповедь естествует грехов. Естественным образом, когда человек высказывает себе что-то, он высказывает что-то, которое может являться грехом. Да, но он хочет это преодолеть, от этого спастись. Поквалятся. Способ, каким они это делают, это тоже второй вопрос. Похоку они перед священником все пытаются исповедаться. Да, но я всегда полагал, что исповедь она всегда связана с покаянием. У них ни момента рассрассива. это второе уже. Почему невозможно покаяния надо было вот так поставить себе? То, что все исповедуют свои грехи это как бы нормально. То, что они исповедуют в какой-то специфической форме это надо как бы отдельно рассматривать. И как ты правильно говоришь, что они исповедуют не для того, чтобы покаяться. Но исповедуют же. Они на самом деле рассказывают свои грехи. То есть половина есть. Исповедь беспокояний. Не ради покаяния. Вот то, что называется исповедью беспокоения я не называю негативной исповедью. Почему? Чем тебе не нравится? Она исповедь, но направлена на другую сторону. Не, просто удивительно, что это исповедь на самом деле. Это исповедь, да. Потому что по большому счету что нам дело до другого человека? Ну, там после сутани, плюс священника, плюс хорошего, плюс собака у него есть, и дочка испытающаяся совершить самоубийство. Ну, на самом деле я могу сказать, что здесь похоже на то, как, например, люди относятся к психологу. Вот у меня вот моя жена рассказывает, что когда узнаешь, что она психолог, начинает сразу терапевт, начинает сразу попытаться свои проблемы решать. На самом деле так. И начинает такие вещи рассказывать случайные люди, даже люди мало знакомые. То есть на самом деле здесь как бы удивления-то нет. Когда приходит священник, а функция священника принимает исповедь, что люди пытаются обложиться в это? Совсем не так, потому что люди, высказывающиеся о психотерапевтах, первое, они хотят высказаться, выговориться. И вылечиться. Вот это, кстати, вы ошибаетесь. И вылечиться. Вы как раз исповедуете какое-то наивное точное зрение насчет того же психотерапевта. Неужели вы думаете, что приходит, чтобы лечиться? Ну, чтобы ему помогли. Это очень непросто. Идут за помощью. Нет, здесь вопрос, что результат лечения бывает нулевой, а то и отрицательный. В общем, в общем. Но все-таки, все-таки, когда приходит к психотерапевту, задача все-таки доктор, помогите, помогите мне. Это то, что декларируется. Декларируется. А зачем не надо все-таки руки? Зачем на самом деле приходят? Это большой вопрос. И как себя ведут, опять же. Вполне возможно, что с психотерапевтом ведут себя тоже не в крачево, не в попытках найти, раскопать какие-то тайны своей личности, а в плане какого-то вызова. Вот смотри, я тебе рассказываю такой же вопрос, можно ли что-нибудь с этим сделать? А нет, с этим смотришь. А я тебе сейчас это еще больше вывалю. Вот такого, с чем ты уж точно не справишься. И здесь-то такая же ситуация, мне кажется. Вполне такая же ситуация и выставили. Приходят священники, и как бы принято перед священником себя вести престоем. Но люди действительно бросают вызов священника, что вот у меня такая жизнь, я готов так исповедоваться, и что с этим делать? Да, я с этим смотрел. Я помню, что там очень часто священник именно бросает вызов. Да, конечно. Конечно, конечно. А ты посмотри, я вот гоноскарист, у меня попка то-то о том, что ты по этому поводу скажешь. А я вот тут буду спать, женщина говорит, со всеми подряд, прямо при своем муже, а муж у него в данный момент играет в один из любовников, во что он там играет. Во что ты играет? Секотерапевтам-то понятно. То есть, да, есть ситуация, ты с этим выставил, это нормально. То есть, человек просто ему позволено говорить то, что в социуме не позволено говорить, близким не позволено говорить, что он себе не может сказать ни жене, ни детям, ни сослуживцам. А здесь ему просто само место говори, а я скажу сейчас все такое и сякое. Но, когда ты приходишь в церковь, там немножко по-другому. Там нет, в общем, кроме этого убийцы, по-моему, ну, который священнику сообщил, что он его убьет и убил, больше никто в церковь не приходил. Священнику шатался по домам, по каким-то барам, там еще где-то, и там его просто как бы ловили налить и тут же вываливали что-то такое, сообщали. Да. Ну, совершенно никакого исповедения не было. Для психотерапевта тогда не вспоминают. Просто, это очень интересная позиция, потому что герой записки с подполью Достоевского, он же говорит, что все больше своими недостатками еще славятся. Что ничем, как ни к другим, как недостатками. Но позиция здесь, она следующая. Мы пытаемся конституировать позицию того человека, который это дело все принимает. Это понятно. Люди тщеславятся недостатками. Чем же еще им тщеславятся больше всего. Это все понятно. Но проходит вот это, влеченном я этого затрону, для того, чтобы понять природу сакрального. И ты согласились, что в этом самом акте, вот он ходит, вот этот непрекаянный, хороший священник по барам основным, да, получает то битой, то еще чем-то. Вот, то, значит, он ходит совсем по этой просто каким образом проходит его сакрализация, как и сакрализация психотерапевта, что в этом состоит, в чем природа сакральность. Можно же еще как более тему как бы углубить, может быть, если мы встречаемся с автослесторием, мы же не разговариваем о нем, а как это, другие темы, не разговариваем, конечно, наша машина, вот она так работает, конечно, что умеешь тучить, как бы, не могли посмотреть. Это вопрос, на самом деле, одиночество своего рода. Понимаешь, что их на днещем разговариваем с людьми? Нет, я думал, что ты сейчас в сторону простой функциональности человека доведешь. Потому что, встречаясь со свечением, ты тоже не говоришь с ним о том, как у тебя сломалась там машина, а если ты встретился с автослесторем, даже ни у него в мастерствии, то начинаешь, ему бы вагивать. То есть, если человек функция, то значит, он уже не человек. Ты как бы живешь просто и ты покупатель там, он говорит, надо за рулем ты водитель там. Встретил священника ты ему, Исклюзий Бевалевич, встретил автослестора, спрашивай, что эта машина у меня как-то порахлит. Ну да, а встретил кандидата философских ног, и говоришь, ну скажи мне что-нибудь умнее там. Нет, нет, встретил кандидата философских ног, прошел мимо, потому что тебе ничего от него не нужно. В общем, Почему? Вот приезжал уже к нам Булат, да? Он постоянно думал, что раз мы кандидат философских ног, кто еще такой знает. Но он хотел как-то так поговорить, чтобы вот это вот знание как-то выяснить. Что же, есть ли такое что-то потаенное, тайное там, философское, что доступно посвященное. Мы должны как-то ему это рассказать. Не укладывается в язык оплогруппы, да. Это параллельно. Нет, это понятно. То есть, нет, просто речь идет, что есть слесаря, повара и психотерапевты. И все-таки в этом есть момент деятельности, которым они занимаются перед священником, он другой, чем перед слесарем или поваром. Но просто священник, ведь мы же понимаем, что когда он принимает искусство, то на самом деле не он принимает, а через него как бы открывается как бы так, в кавычках, доступ к Богу. Ну да, но это официальная легенда. А когда перед психотерапевтом чувак кто-то оказывается, тоже оказывается перед священником. Нет, на самом деле тогда просто психотерапевт есть последний между бессознательным человеком, ну так можно выразиться, да, и как бы его разум. Нет, собственно, принцип различия психотерапевта и священников, по которому я слышал, что если психотерапевт всячески воздерживается от каких-то конкретных рекомендаций, допустим, в этой ситуации поступайте так-то, вот, не знаю, перестаньте делать это, делайте то. Он скорее как бы раскапывает у человека, ставит перед ним какие-то вопросы, да, и пусть он сам обнаруживает, да, обнаруживает его проблемы, делает их явную перед самим человеком, дальше человек сам что-то должен сделать. Вот, то есть определенная как бы презумпция не вмешательства, что ли, присутствует в деятельности психотерапевта. Вот, то, с другой стороны, священник, наделенный фиктивным ли или действительным правом, да, давать советы, поскольку через него, как говорится, действует Дух Святой, да, вот, он, всегда говорит, поступай так, или этого не делай, да, он может это все как-то обрамить, в том плане, что я тебе советую, ты так, но вообще, конечно, есть норма, есть канон, поэтому имей право, да. это очень важно, он действует с других позиций, он как власть имеющий говорит, он говорит так, и в этом есть различие, то есть некоторые, допустим, не могут получить от психотерапевта того, что они получают от священника, именно потому, что у психотерапевта нет власти. Ну и со священником тоже, ведь этот же парень, же тоже католический священник из Голгофа, он же тоже не стремился никому-то что-то рассказать, куда-то вмешаться, но вот не стремился совсем. Ему рассказывают про этого несчастного ребенка, говорит, зачем вы мне это рассказываете? Или он открывает? Как психотерапевт. Ну он там уже как бы... Не как психотерапевт он это делал, он только получает людей от всех просто. Непонятно за что. Психотерапевт-то понятно. Как он выступает? Если он выступает как священник, то я говорю, человек напрямую говорит как бы с Богом, то есть он как посредник, он просто стоит... Да как он пришел в бар, и там только дел, что помолчал, а потом немного пострелял. А потом его отпинали при помощи ног и битой. А здесь не получается так, что в этом примере исповедь не со стороны прихода жителей, членов... И он тоже не принимал исповедь. Там есть еще один момент, вот Игорь мне упомянул этого персонажа, вроде как тоже как бы один из центральных моментов. У каких-то приезжих гибнет муж, я не помню, там в автокатастрофе, как-то гибнет, в этом же поселке. И она его тут должна как-то отпить и на родину сопроводить или что-то в этом духе. И этот священник вроде как участвует в отпевании или в какой-то такой процедуре, я не помню. Вот они там говорят потом после этого, он как-то ее хочет утешить или что-то в этом духе. И возникает такая странная ситуация, потому что он вроде как священник, и должен быть абсолютно верующий, и он должен иметь силу вот так вот утешить ее. При этом он говорит что-то такое не очень внятное, и тут вдруг она его сама наставляет на пути, и сама обнаруживает себе гораздо большую веру. То есть она не из этого города, она как-то вот приезжая, она вроде как по-настоящему верующая, и она вселяет в него силу, почему он, собственно, потом идет в итоге на этот берег, он же сначала там собирается, он был долго, потом, не, ну нет, ну да, он уже собрался, он даже билеты купил куда-то уехать, но после разговора с ней, нет, нет, ты забыл этот сюжет, я прошу прощения, не слышу меня шуток. Он стоял, ушел на посадку, вместе с ним этим же рейсом должен был лететь в гроб этого погибшего человека. И вот там стояли люди, этот гроб сопровождали, слушки, ну вот это я рапорту. Один на него блокотился и курил, второй на него сел, то есть вот это была ситуация, вот он на эту картинку с гробом посмотрел только и тогда уже вернулся, не полетел. Я думаю, что нет, он вот и не полетел. То есть, это другой вопрос, который там постоянно ставится в этом фильме, это вопрос, совершал ли Иисус Христос самоубийство. Ну, вроде бы он же Бог, он может, все, что мог бы сделать. И в том числе, он мог снять вот этого с людей, страшный грех, не дав ему убить себя, то есть распятие Бога. соучастие. Но по большому счету у вас он Бог, то есть он всемогущий. Тем не менее, он позволил с собой это сотворить. То же самое. Здесь точно такая же ситуация. Никто не мешал ему сесть на самолет и улететь. Его предупредили. Ему сказали, что он должен вернуться в такое-то время на море, на пляж там выйти. И вот тогда его застрелят. Тем не менее, он совершил вот это самое. Тем не менее, и сам погиб, умер. И получилось так, что для того самого мясника, в общем-то, для приличного молодого человека это окончилось, разумеется, сроком, и это окончилось, конечно, с католической точки зрения погибли души. Потому что он взял и убил не просто человека, а еще священника. Не все так просто. Там последние сцены, может быть, они несколько умирены и недостоверны, но они, тем не менее, присутствуют в качестве посыла режиссерского. Последняя сцена, что дочь этого священника приходит в тюрьму к этому убийце, и они там плачут, сидя у этого стекла. То есть, он получил прощение от нее. Не получил. Не получил. Спросил, а зачем? Ты сказал про Гриста, что он пошел на свой убийство. Он же здесь как там аргументирует, что должна исполниться всякая правда. То есть, вопрос состоит в том, что правда должна исполниться. Не его, это воля, это воля Бога. Он же говорит, пронеси чашу сиюны у меня, если возможно. Но если твоя воля такова, то будет так. Ну, то же самое, да? В смысле, в каком-то смысле, ты находишься на православной точке зрения, тебя... Дело не в том, это, во-первых, три лица одного человека. На евангельской точке зрения, почему здесь это волокон? Просто он же ведь тоже, как бы, это, верующий человек считает, что все не случайно. Потому что к нему пришел человек и как бы захотел его убить, в этом появится промысел Божий. Это не просто так. Ну да, это правда. И он мог бы уклониться от своей судьбы. Это может быть, что Бог, как бы, в своей воле, как бы, захотел, чтобы исполнил. Череда испытаний таких вот, кого-то... Либо он отклонился бы, и, значит, тем самым нарушил бы, да, как бы, перестал бы верить. Да, в общем. Что бы означало, чтобы он улетел? Это означало бы, что в городе много людей, которые не верят, и он бы еще, и стал еще одним. Да почему? Да почему? Потому что нельзя уклониться. Да кто ему сказал, что это его судьба, просто уклониться от автомобиля. Приходишь в дорогу, автомобиль едет, уклониться можно? Можно. Нет, вопрос состоит в том, что это... Я тоже кучу верующих видел, которые уклоняются, блин. Не видел ни одного верующего, который не уклонился. Согласно евангельской метафизике, ведь главная жизнь, она окажется после смерти. А то, что здесь, это просто поле для решетания. От автомобиля ты можешь уклонять, а человека нет. Это же вызов человек тебя бросил, и человек тебя туда придет. Знаете, камни бросают мне в голову не уклоняться? Ну, здрасте. Точно так же себя пытаются... Пытаются убить, то твой долг как раз уклониться. Череда как бы геттрии испытаний. Приходят на него, пытаясь его испытать. Ну, то есть пытаясь проверить его веру. То есть так это читается совершенно очевидно. Умирает собака, сжигают его вот эту церковь, и так далее. Ну, и что? Возможно, как бы все это делается для того, чтобы он убежал. На самом деле испытывают сверху. То есть мы убили собаку, мы можем убежать и сослаться на то, что вот хотят убить и так далее. Ну, а почему нет-то? Ну, нет, ну зачем человеку, который хочет его убить, действовать так? Он хочет именно того, чтобы сломался священник, чтобы священник сдался, чтобы он как бы уклонился, убежал. Он же с пистолетом пришел в итоге. Он пришел с пистолета на берег. То есть он хотел на самом деле, как бы в последний момент, там, может быть, решить там. И он же мог выстрелить, и все. И опять же его уклонился от судьбы. Тем самым уклонился. Вопрос не состоит в том, что вот этим все как бы он все равно последовал воле Божьей. Раз такова воля, пусть будет так. Это со стороны священника. А со стороны верующего человека, если бы священник уклонился, тогда бы тот тоже потерял, как ты говоришь, душа бы его была потеряна, потому что он понял, что всякий священник – это ложь. И тот, который развратил, и тот, который уклонился. А с другой стороны посмотреть, что если священник пришел, то он провоцирует убийство, и тот принимает древность. А он же не знал, вдруг не убьет. Вы же не знали. Провоцирует Иисус Христос всех убить себя. Да. Ну, провоцирует, конечно. Во-первых, на самом деле, он уже надеялся, он даже говорил, что вдруг не убьет. Могло, что-то случится, что священник все испытания прошел, он пришел на берег и сказал, это фактически должен был простить. Ну, да. Мы все ждем, что он простил. Почему я про прощение говорил? Потому что там проблема вот этого парня молодого, что он не может простить. Ну, непонятно, что он может делать. Ну, может, да. Да, можно спросить. Если бы он простил, был бы хпн, правильно? Обнялись бы всем, поплакали. Но все равно мы ушли от исповеди. Вот можно ли все это в кабаке разговора считать исповеди? Ну, в принципе, да. То есть, если я даже к любому человеку подойду и начну рассказывать ему, понимаешь, вдруг я вот тут сделал то-то, 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 это и называется исповедоваться. Ну, вот исповедоваться, как бы они во всем, в одном, то есть, никто из них прямо не рассказывает что-то еще. Удание есть такое. Никто из них прямо не рассказывает. Мир так опростился, что негде, негде в эту штуру богатая... Негр-то автомеханик, он вообще его практически ни за что не считает, просто так, ну, за обычного католического мерзавца. Вот. Нисколько он его... Он бы тоже бы ему не особо не хотел рассказывать. Просто так получилось. Сам к нему священник этот притащился. В начале нашего про сакральность, как говорили, действительно, мир десакрализировался полностью. Мир салон. Так вот, получается, что это не... Как раз наоборот. Просто из того, что ты мистику, то есть, магию из него уберешь, то, что ты был священник какой-то этот... Посредник между Богом и человеком. Если ты вот магическое уберешь, по большому счету, то это не означает, что ты уберешь оттуда сакральное. Ну, это понятно. Об этом никто и не говорит. что это так. Сакральное это же просто очевидное какая-то... Да, но это я могу... Хочу сказать, что как раз идет речь не о деосакрализации, то есть, еще это о сакрализации, но какой-то другой. То есть, речь идет реально о сакрализации. То есть, все вот эти, без исключения, ну, сказать, вот, которого он встречает на своем пути в семь дней, они его каким-то образом сакрализуют. А больше всего его несчастный убийца. Конечно. Потому что... сакрализуют, если точно так же встречают психотерапевты, они пытаются решить свои психические проблемы. То есть, если это... автослесария пытаются решить проблемы в связи с ремонтом машины и прочее. Да, у человека есть потребность в еде, питье, в ремонте машины и сакрализации. И в психотерапевте, да. Это такая позиция есть, да. Нет, ты правильно, кажется, говоришь, что есть какая-то нужда, еще такая внутренняя, глубокая нужда, а ее негде осуществить. Точнее, нужна богохульстве, понимаешь? То есть, как бы... Да, богохульство вторичное. Священник... Любимая тема у тебя, как богохульство. Священник, оказывается, нужен уже не для чего-то там, для какого-то действия, там, причастия, исповеди, чего-либо еще, а для богохульства. Тебе нужен верующий человек, чтобы твое богохульство, как таковое... Чтобы оно у вас было возможным. Чтобы оно было возможным. Если ты в своем кругу, среди не особо верующих людей будешь богохульствовать, то неинтересно. Это вообще ничто. Это как анекдот рассказываешь. А вот если ты пришел в храм... Надеть на тебя, если посмотрят, как на Идиота, потому что... Потому что все такие. Ты говоришь ровча о Боге, да? Все такие, да. Ну вот. В отделе закупок как-то произнес слово Бог. Ты? Да. Забавно. Ну, надо. Ну, это же нормально. Ну, да. Потребство богохульства. Вот это, наверное, отрицательная и есть исповедь. То есть, прийти к человеку, который верует... Ну, потребность богохульства, это означает, что люди верующие. Да, конечно. Аттон Ильич. А я думаю, что они верующие. Наоборот, они не больные. Нужда, как бы, потребность в Боге осталась, но люди уже не верят. То есть, у них уже ничего нет. Осталось только... Нет. Я наблюдал несколько раз на Фэше споры на эту тему. Люди устраивают, да? Бои пости. Есть Бог, нет Бога. И есть действительно искренне верующие. Вот видно, человек верующий. 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 Верит. И он пишет о батюшке, который действительно является для него авторитетом, наставником духовным, которому можно прийти, посоветоваться, все, то есть, исповеди, все. То есть, есть такие. Есть, видно, довольно формальные, но верующие. Они, конечно, агрессивные. Очень. Ты, говорит, мне Бога не трог, я, говорит, об стенку твою морду размажу, если ты мне трогнешь, моего Бога. Вот такие есть, да? Самый благородный материал. Но самое интересное, почему люди, которые, ну, объявляют себя атеистами и неверующими, они не менее агрессивны, и зачем-то им эти нужны разговоры. Они постоянно множат эти разговоры, богохульствуют, и выбирают обычно человека, который наиболее уязвим, верующий, и вот начинают третировать и пытаться там чего-то восстановать. Да, вот они так публично богохульствуют. Не, ну, издеваться, может, не обязательно по поводу, там, ну, да, обычно, да. Это такая ситуация, может быть, что просто поиздеваться по поводу чего-то другого. Марсист. Да, 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 да. То есть, обычно, обычно, кто издевается, они издеваются по всем тем. Не обязательно здесь богохульство. Да, но вот речь-то идет о том, что для того же самого врача, то, что происходит с маленькими детишками, то есть, отказ слуха, и зрение для него, разумеется, соотнесено с ролью Бога, как-то соотнесено. Об этом думал. Вот эту самую, хоть в негативной форме, форму богохульства, он обедывание сейчас нау-католического священника обываливает. То есть, как бы, вопрос о богохульстве, именно что Бога хвалы, он, как бы, оказывается очень важен. Но я хочу заметить, что происходит другая негативная сакрализация священника. То есть, нужен хороший, чистый священник, непорочный. Для которого можно было выговорить. Для которого можно прийти, но перед которым таким образом изгаляться. То есть, рвать на себя рубах, рассказывать, что ты там, сводник, в этом отношении психиатрапия не заходить. Не замена. Да. Не замена. Это тоже самое, так же бросать. Не, не. Это там, конечно. Но он... Можешь ли ты спрятаться с этой проблемой? Не, но он же не присутствует здесь, как бы, я не знаю. Я с этим не сталкивался, поэтому я не могу сказать. Здорового человека, да? Это же тоже, как бы, ошибка. Да. Ну, в столкновении гордых людей, всегда возникает, как бы, каждый бросает выговоры. Здесь, конечно, замечательно, что очень важно, чтобы священник был таким чистым, правилом и так далее. Потому что там есть... Если человек верит в Бога, там вообще-то есть страх Божий, так как бы, если человек верит в Бога, он уже богохульствовать не может. То есть, богохульствовать может только неверующий человек. Ну, это... Нет, богохульствовать-то как раз может только... богоборствовать можно, но не богоборствовать. Разные вещи, если ты издеваешься, зачем брать Бога, можно с ней бороться, предъявляйте претензии, но нельзя ее курить, какая бы она ни была, так же и с Богом. Речь идет здесь реально, конечно, о богохольстве, потому что сказать, что Господи, как ты допустил весь этот ужас относительно маленьких детей, который в исполнении мизинца из «Игры престолов» вываливает, то это, конечно, не богоборчество, это только богохольство, потому что ничто иное, как жесткое предъявление по понятиям Бога, его полной несостоятельности, несостоятельности его картины мира, созданного в его мире, что иное. То есть это, конечно, жест отчаяния. Ну, Ниша, да, Ниша примитивен, он действительно богоборец, он позитивен, у него нет отчаяния или такового. А у них у всех, в той мере, это форма отчаяния, конечно. Даже когда эта девушка из моря выходит, как пренорожденная Афродита, вся такая себе красивая, а скажут, что она будет спать со всеми подряд, это тоже будет для нее, конечно, форма отчаяния, а не богоборчества, ни в коем случае. Могу про Криста сказать, что Криста предъявили в Богохольство и на смерть поставили за Богохольство? Просто тут какой момент? Просто он сказал, как прочитали Богохольство. Важен какой момент, да, что они все это заявляют, понимают, ощущают некую границу недозвольности. Да, конечно. Они ощущают, что они ее перешли. Конечно. Они понимают, что они делают что-то как бы… Не должно. Не должно. Да. Конечно. Это значит, что сакрамины существуют и что… Ну это да, да. Трансгрессия называется, да. Трансгрессия называется, да. Трансгрессия называется, да. Трансгрессия называется, да. Просто вопрос состоит то, что вы как будто бы в другом мире живете. Что-то вы считаете, что там все люди верующие, хотя мы, так сказать, живем… Как фильм рассказывает про современный мир, где наоборот все неверующие. Как раз вопрос… Я бы так считал, что тот самый человек… Вот они и получаются, тот верующий… Он единственный верующий, но он испытывает священника. То есть верующий единственный священник и верующий он. И собственно вся драма между ними происходит. А все остальное это просто вот показывает как бы, что мир – это вот комедия какая-то, да. Какие-то маски там, все как бы вот суета. Все остальное просто суета, антураж. Собственно два человека только в этой драме участвуют. Это сам священник и его убийца. Потому что это единственные два верующих человека. Они не разорваются драма. Но это не так. Вообще говоря, это не так, потому что там была настоящая верующая. Когда… Я вспомнил примерно, в чем там разговор у них был. То есть этот священник начал утешать, но в смысле, что… Конечно, я понимаю, что там ничего нет. Загробная жизнь. Особенно там… Ну, я не помню дословно. А она ему сказала, да нет, как же есть. Вот, я верю, что… Ну да, вот он погиб, но в общем… И сам священник не верит. Ну, он не то, чтобы не верит, но его вера недостаточно сильна, как обнаружил он в тот момент в этой сцене. Ну и почему тогда он избирается? Какой смысл? Я говорю. Вот, по-моему… Когда я смотрел фильм, я понял вот так. Вот Игорь почему-то… Понял одну способ, да. Что был этот разговор, где он стопнулся с вот такой, как бы, реальной, простой, можно сказать, да, незамутненной верой, вот достаточно твердой, которая сама его укрепила. Вот, и в частности вот он увидел потом труп этого… Ну, не труп… Гроб. Гроб. Гроб этого человека, вот, жена которого такое изрекла, и вспомнив это все, видимо, вернулся, так сказать, на свой путь. Я тоже воспринимаю его возвращение только как шаг отчаяния. Другого нет. Форма отчаяния. Вот она такие хорошие, правильные слова, все мило сказала. Посмотрите, как народ, то есть находящийся в фафанном мире, обращается с грубым ее мужем. Это же не важно. Да его это казалось важно. Тогда можно было истолковать так, на самом деле, что поскольку Бога нет, единственное, что осталось, это справедливость, и как бы заместительная жертва. В отношении вот этого мальчика была нарушена некая справедливость, которую кто-то должен остановить. И вот он берет это на себя. То есть Бога нет. Невозможно божественное воздаяние, но возможно заместительная жертва, возможно справедливость на земле. Можно это так истолковать. То есть, наоборот, никто не верит на самом деле. Все это как бы игра, но священник считает, что если даже Бога нет, то тем не менее, там длинность должна быть. Почему бы мне не взять на себя функцию этого Бога? Почему бы мне не сыграть справедливость? Я думаю, что нет. Нет, просто вы так говорите, что можно это было бы так истолкать. Раз священник убеждает этой женщину, что там ничего на небе нет, и там мы не расстраивались. Вообще говоря, тогда вот эта наша профанная, она единственное важное и есть, и надо вот здесь в этом профанном устанавливать некого рода правильные действия совершать. Все как бы вахвалятся своими грехами, а кто-то же должен взять на себя и совершить правильные действия, как пример. Ну и конечно выводы о том, что сейчас было простое понятие исповеди, а сейчас возникает негативное, и сейчас никто не исповедуется в прямом смысле. Это, конечно, неверно. Приди в церковь. Ну это понятно, это понятно, что есть такое. Придя в церковь, подойдя к священнику, ты сам будешь испытывать определенное чувство силы исходящей. Ты будешь, да? Ух ты блин. Ты же целовал и конки? Не конки целовал, но вот так и чего, что-то особо испытывал. Но священники, конечно, разные бывают, да? А ты не думаешь, что есть это как плацеба, знаешь, как таблетка? Если считаешь, что священник имеет силу, то подходишь к нему, он имеет силу. Не, ну я же эти иконы-то целовал, а вы в экспериментальных советах? В этом вопрос состоит. Есть профанный мир, в котором вроде как все не верят и декларируют это. А потом приходят, как бы выясняется, что они почему-то там переходят на другой тон религи и так далее. Как это получается? Ну, это может быть. Такие может быть, да. Ну, это, конечно, можно объяснить как-то социокультурно, да? Не, я имел в виду, конечно, ту современную ирландскую общину, которая у них была. То есть нам далеко от нее все-таки? Да, нам далеко, конечно, далеко. У нас искренние люди приходят в церковь и пытаются исповедовать, не зная, что, в общем-то, исповеди типа католические у нас просто в православии невозможны. Ну, по понятной причине. Ну, вот такая у нас исповедь перед всем миром. Почему невозможно? А что, бывает индивидуальная исповедь, да? Конечно, все подряд. То есть у нас это более того. А что, если ты не считал, как приказано? Нет, у нас закреплен документом. И анонимная исповедь? Ну, она более-менее анонимна. Там стоят люди в очередь и обычно там говорят вот так. Ну, чего там? А то-то-то-то. Отпускают. А ты-то что? То-то-то. Отпускают. Человек в кассу. Ну, во-первых… Свечку Богу в честь кассы. Человеку, естественно, нет. Во-вторых… Деньги в кассу. Вот свечку Богу. Я его не всегда отпускаю. То есть тебя могут направить там, пока не исправишь, как бы… Там весь вопрос в допуске к причастию. У нас, как бы, традиционно получилось так, как последние, там, сколько-то, я так понимаю, 100 лет. Ну, в общем, это свожившаяся традиция, с которой многие тоже спорят. Что исповедь является как допуском к причастию. То есть человек идет на исповедь, получает заключение грехов, после этого идет на причастие. Нет, просто есть другая чувствует, параллельно этому. Другая чувствует, которая вот такая нормальная, в общем, у нас человеческий разговор. Особенно она протягивается между монахом. То есть монах приходит… Нет, нет. То есть там… Там совсем другая… Нет, это тоже, как бы, может быть, разное, в зависимости от священников… Они там много народу, они обычно всех быстрее, быстрее… Ну, не знаю, когда Соня там стояла, там они по полчаса стояли… Ну, это, как бы, считается, как бы, некрасивым, потому что, то есть другие ждут… Ну, это, потому что привязка такая есть. Да. Вот там, поэтому… Кому-то отдельная другая… Нет, кому-то нужно, как бы, подольше, он просто может прийти, там, не с утра, там, за час, до этого… А за день вечера… Другое время. Но смысл в том, что… Да смысл одинаковый, на самом деле, что там… Если формы, может, разные, то смысл одинаковый. Нет, потому что могут и не отпустить грехи, могут направить, как бы, там, читать какие-нибудь там эти… Что-то там читать… Ну, в конце есть разница. Могут… Могут сказать, что пока вот этот вопрос не решишь, опять же, грехи не отпущут, а мы причасти не допущу. И поскольку… Пока не зашлешь… Нет, поскольку… Мне, конечно… Мне казалось, что хочешь к причастию, иди, когда хочешь. В православии более… Это, конечно… Это, конечно… И кто тебя не будет, и… Хотя некоторые могут… Вот… Личные отношения… Как бы был… По счастью… С батюшкой, с наставником, с отцом… А там вот закрыта решеточка… Формально, да? Формально… Ты не знаешь, кто, что, где… Нужно зайти куда угодно… У нас есть… Да, но у нас бедят. Возможно… У вас это где? У вас какая у вас… Нет, у нас это у нас в стране. У нас в православной церкви. То есть, смысл в том, что там… Как вот уследить? Приехал откуда-то человек из другого места? Ну, вроде… Может, он вчера был на исповеди, там, в другом кране где-то. Да? То есть, вроде как… И его спрашивают обычно. Ну, а вы были там на исповеди? Он говорит, да. Ну, все. Тогда как бы… Вспомнил, что забыл сказать-то. Хотел об этом сказать. Декамерон Бокаччо открывается одной интересной историей. Он показывает, что во времена Возрождения, то есть, во времена Бокаччо, народ был гораздо менее верующим, чем сейчас, по крайней мере, вот в этом фильме «Голгофия», как это описано. Он состоит, что там был удивительный грешник. Он был судья, клятва преступник. Он был вор. Он был убийца. Он был гомосексуалистом, что-либо еще. И вот один раз он решил стать святым. И он приехал в какой-то другой город, где его не знали. И, значит… И там тяжело заболел. И к нему пришел священник и начал спрашивать его, о чем ты молодой? Есть какие-нибудь грехи? И тот ему покрасся. Вот представляешь, говорит, что один раз так грехов у меня никогда не было. Но один раз, это когда мама на меня что-то закричала в детстве, я ее вымотерял, свою маму. А еще что-нибудь было, еще что-то там такое же, мелкое было. И тут священник пришел у меня, типа пили слезы, он рассказал, вот святой вился в наш город. И все сказали, о, святой. Ну, в конце концов, он там, конечно, умер. И так получилось, что его мощи стали главнейшей священной великой этого самого итальянского города. Это Де Камерон Бакаччо. Вот тоже по поводу, что ты перед причастием можешь сказать все, что угодно о своем… Ну, понятно, потому что это на твоей совести. Да. Но в контексте этого фильма, что это значит? Это значит, что люди идут на исповедь, да? Или исповедь приходит к ним. Ну, в общем, люди нуждаются в исповеди. Но они не нуждаются в причастии. Они не стремятся объединиться в некую церковь. Да, конечно, конечно. Для них не существует общность. Но они даже не в том, что в исповеди существуют. Они вот в таком-то судороге, конвульсе, богохудство нуждаются. Ну… Ну, не знаю. Я думаю, тема главная – тема прощения, мне кажется, что… А им не нужна. Им не нужна. Им-то, может быть, не нужна. Поэтому я говорю, что главный герой – это другой герой. Вся тема фильма – это прощение. Имеет ли смысл жертвовать собой ради прощения? И если, например, нет никакого Бога, и священник это может понимать по-своему, что это все как-то формально, он собой жертвует, а не какому прощению, какой-то справедливости, какой-то непонятной. Или все-таки обязательно нужно здесь верить Бога для того, чтобы Бог исполит волю Бога, которая училась ему стать, должен пожертвовать собой. Значит, как глава Божия, он должен отдать себя. Мне кажется, здесь вот такая проблема. Либо есть Бог, либо нет Бога. Вот как поступить? И священник, видимо, он и верит, и не верит как-то. Но, с другой стороны, и в обоих случаях, если он не верит, то он совершает справедливость какой-то земной. А если верит, то, значит, совершает справедливость Божественное. Но, в другой стороны, тот, кто убивает. Как он-то верит? Он же, получается, не может прости. А прощение – это главная тема. Одна из главных теми – его. Он не может прости, он сам-то верит. Он еще убьет. Ну, а почему нет? Ну, убил и убил, и чего он. Ну, как это убил и убил? Это Грилджа? Да еще убил его не просто так раз. Не случайно, а с умыслом там. И еще священника. И еще священника, да. И еще священника, да. Ну, поэтому он и не верит. И знает, что он не винов. Невинного убил. Да, да. То есть, сам-то он как вот, как вот, все это как вот разрешается там. Ну… Ему даже было не наисповедь, а психотерапевт. Ну, он не герой, да. Но он все-таки не герой. Там-то и интрига состоит, что все знают, что сам священник и убийца его знают, а мы… там же детектив отчасти. Мы же пытаемся понять… Причем он самый первый, к кому он приходит, священник, это к нему. Да. Как потом выясняется. Там как раз то ли он бьет жену, то ли она жалуется, что-то такое. Да. Что-то такое. Поэтому он к ним приходит в первый дом и как-то там говорит даже с ним, и ты не думаешь, что это он совсем не думаешь. Какой-то там задничный человек такой. Ну, это детектив, да. В том-то фильме замечательный, что это вот такой своеобразный детектив вписан. Да я тебе сказал, что он не знает. Всех страстей. Нет, он со священником, он со своим этим епископом говорил. Я по голоду его узнал, я не имею права исповеди открыть кому угодно. Он говорит, поступает, ну, так-то, так-то и так. Ну, как хочешь, в общем-то, и так и поступает. Это было. Ну, что, хлопаю?